Музей Георгия Константиновича Музей Георгия Константиновича Жукова начинался еще при жизни маршала. В 1960 году в небольшом кирпичном домике на 6 квадратных метров Александр Терешин провел первую экскурсию в Народном музее. А вот современное здание Государственного музея Георгия Константиновича Жукова было открыто 5 мая 1995 года, в год 50-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия принимал участие председатель правительства на тот момент Российской Федерации Виктор Черномырдин. Сегодня в музее, построенный в честь великого полководца 20-го столетия маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, гордость не только жителей района, но и всех жителей России. В музее 5 залов. Большой кольцевой зал, который знакомит посетителей с постоянной экспозицией «Жизнь и деятельность Георгия Жукова». В экспозиции представлены личные вещи Жукова, фотографии, документы, которые еще при жизни передал в музей сам маршал. А после его смерти дополняли его родные и близкие. Также крыльевический зал, который знакомит посетителей с историей родного края и района. В зале временных выставок регулярно экспонируются выставки, многие из которых посвящены военной тематике. А центральный зал музея – это зал Победы. В этом зале посетителей встречает большой портрет Георгия Константиновича Жукова на белом коне, принимающий парад Победы. В зале представлены личные вещи, мебель с подмосковной дачи, в том числе и стол, за которым Георгий Константинович работал над своей книгой «Воспоминания и размышления», посвятив ее простому советскому солдату. В этом зале школьники вступают в ряды организации «Юные жуковцы», а также кадеты принимают присягу. В музее Жукова находится диорама «Штурм Берлина», созданная в 1976 году народными художниками студии «Грекова» Евгением Данилевским и Вениамином Сибирским. Изначально эта диорама была создана и экспонировалась в Германии, в Нью-Вюнсдорфе. Это пригород Берлина до 1993 года. А вот в 1993 году, в связи с выводом западной группы советских войск из Германии, диорама была демонтирована и вывезена в Российскую Федерацию. При этом живописное полотно 7 метров в высоту и 36 метров в длину при транспортировке было в значительной мере повреждено. И вот в 1995 году, после частичной реставрации живописного полотна, диорама была смонтирована здесь, в Государственном музее Георгия Константиновича Жукова. К открытию самого музея, к 5 мая 1995 года. Причем, по первому плану строительства музея, этой пристройки, в которой сейчас мы находимся, просто не было. А вот с появлением в музее диорамы, музей увеличился в размерах. И с 1996 года здесь был еще и воссоздан вот этот натуральный план, вот здесь, который внизу. Одна из самых важных задач, которую решает музей на протяжении многих лет, это проведение работы по патриотическому воспитанию среди населения, особенно молодежи и подрастающего поколения. Со дня открытия нового издания музея его посетило уже около полмиллиона человек. Большое количество экскурсий проводятся для воинов Российской армии, для студентов, школьников, детей дошкольного возраста и для ветеранов Великой Отечественной войны. А также посещают музей и представители иностранных государств. Константин и Устинья, родители Жукова, сочетались браком в 1892 году. Поселились в старом доме Аннушки Жуковой, в Стрелковке. Бросив вызов бедности, родили троих детей. Машу старшую, Егора среднего, а младший Алеша умер, не дожив и до двух лет. Зима в 1896 году, в тот год, когда на свет появился Георгий Константинович в России, началась удивительно рано. Уже в ноябре русскую равнину покрывал глубокий снег, трещали морозы, а дети катались на санках с гор. 19 ноября, по старому стилю, во вторник, православная церковь отвечала День святого пророка Авдия. Солнце взошло над Россией в 8 часов 6 минут, а зашло в 15 часов 33 минуты. В тот день над Стрелковкой прошел сильный снегопад, а деревенская повитуха, с трудом утопая в сугробах, пробиралась к заснеженному дому Жуковых, чтобы принять роды у 33-летней Устинья. Вскоре эта изба огласилась истошным криком новорожденного. Ослабевшая мать осталась дома, чтобы на следующий день отнести младенца в церковь. Как вспоминал Георгий Константинович, то, что я родился в деревне, и что детство мое прошло в бедной крестьянской семье, имело очень важное значение на протяжении всей жизни. Атмосфера и весь уклад нашей семьи с ранних лет, совместный труд со старшими, все это повлияло на выработку характера личной жизненной позиции Георгия Жукова. Более ста лет назад здесь, в Калужской деревеньке из 166 дворов, родился человек, которому суждено было стать выдающимся полководцем 20 века, маршалом Победы. Деревня Стрелковка, родина Георгия Константиновича Жукова. На этом месте в Стрелковке Жуковы строились дважды. Родную деревню Георгия Константиновича обоследные немцы сожгли при отступлении, и первым делом сгорел отцовский дом, командующего Западным фронтом, откуда мать командарма Устинью Артемьевну едва-едва успели эвакуировать. Дом, который вы видите, это реконструкция, а также в месте, где родился Жуков. Стелла, памятник в гипсе, установлен в 1986 году. Дом, восстановлен в 1988 году. Мы находимся на площадке, где расположена архитектурно-скультурная композиция «Родина маршала Жукова». Площадка размером 50 на 50 метров, высота памятника Жукову более 3,5 метров. Композиция выполнена по проекту скульптора Виктора Думаняна и архитектора Евгения Киреева. Удачно вписавшаяся в окружающий ландшафт композиция была открыта 16 июля 1988 года. Вы только представьте, какую огромную глыбу надо было найти для памятника таких размеров. Ну, нашли, правда, с большим трудом на Украине, а потом отправили в мытище. Вот там уже вытесли скульптуру Георгия Константиновича Жукова. Фигура маршала Жукова выполнена в полный рост. В распахнутой кавалерийской стишинели за ним возвышается громадная волнообразная глыба Древа Жизни высотой 13 метров. И надолбы, вот смотрите, справа и слева, символизирующие пять главных военных век в жизни Георгия Константиновича Жукова. Это Хелкингол, Курская дуга, Москва и Ленинград, Берлин и Сталинград. Субтитры создавал DimaTorzok